Сегодня мы в городе Гусар на севере Азербайджана. Это самый густонаселенный город Лизгинами в Азербайджане. И мы сейчас познакомим с очень интересным человеком. Как я и обещал, я вам представляю очень интересного человека. Мой собеседник дядя Гаджи из Гусаров, ветеран Первой Карабахской войны, бывший начальник ГАИ Гусарского района и ряда других районов Азербайджана. Дальше он о себе расскажет. Мой первый вопрос. Дядя Гаджи, вы наверняка слышали о пропаганде армянской, о том, что азербайджанская армия использует этнические группы Азербайджана на линии фронта в основном. Все эти детали вы уже знаете. Ваше мнение об этом? Во-первых, эту пропаганду, кто ведет армянские, видимо, националисты, шовинисты, фашисты, они ведут, или преданные им люди ведут эту агитацию, пропаганду. Эта пропаганда у нас не проходит. Потому что мы единый азербайджанский народ. Мы в Кусарах живем, азербайджанцы, лезгины, русские и другие национальности. И мы никогда не отделяли друг от друга. Сейчас в Кусарах, я скажу, в основном семьи смешанные, азербайджанцы, лезгины. Вот являетесь ли правым, вот вы очень известный человек в Азербайджане за эту неделю стали, вы трижды ходили в военкомат в Кусаров, чтобы вас взяли на войну. Вам отказали каждый раз, и вы уже сами решили как-то решить эту проблему и пойти на фронт. Расскажите об этом вкратце. Вы знаете, когда началась война, Карабахская война, я был богом. Как услышал сразу, срочно приехал в Кусарах и пошел в военкомат. Военном комиссариате сказали, тебе 65 лет скоро, тебе нельзя, мы не сможем тебя записать, добровольцы, и отправить туда. Мы, во-первых, 65 лет, и я только через полтора месяца буду. А за полтора месяца не только Карабах, мы и Армению тоже возьмем. Ну, так далеко мы не будем идти. Да, да, да. И я, ну сравните, 65 лет, даже, любого двоих армян, рука к вашему бою, я победил. Машал, да. Значит, жгет. Конечно, мы их не боимся. Они пусть запомнят, в 18-м году, в марте, что было у нас здесь в Канну-Даре, между Куба и Кусаром. Как мы их уничтожали, как микробов. Пусть это не забывают они. И мы тот самый же народ лезгинский, нация лезгинская, мы народ азербайджанский. Мы всегда были преданы своей земле, родине, своему президенту. Такого президента навряд ли в другой стране может быть. Дядь Гаджи, а вот они говорят, что армяне, мол, нам нечего делить лезги, ну, то есть вам с нами нечего делить. Мол, вы отступите, ваши земли там, Кусары и так далее, Карабах это наш. Такая, как ваше, вы считаете, Карабах своей родиной? Карабах, конечно. Это, с покон веков, азербайджанская земля. И их не Ереван, Ереванское ханство, это наше было. Потом их переселили туда. Петр Первый тогда, хорошо, что вовремя умер. Петр Первый их переселял туда. Это наше деревне Ереванское ханство. Это весь был Азербайджан. Они должны годиться, чтобы мы их оттуда тоже не вытесняем. Очень впечатляет ваша речь. Вкратце, что вы хотели передать армянам на лезгинском языке? Что, Бередач? Вы, в основном, не могли бы из строительства. Рой, забр, злуза, думаешь. Вы, что, чуть-чуть, чуть-чуть. А мы, что-то чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Почему лезги яр? Азербайджан не и сахалк. Почему, конечно, жуан халты, как Азербайджан халты, как и сахалк, почему лезги яр? Я чуть-чуть понял, так уловил несколько слов, суть, тему понял. Впечатляет опять-таки дядя Гаджи из гусаров джигит с большой буквы. Спасибо большое. Спасибо.